В России сформируют Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. Задачи, которые он должен решить, сформулировали в Югре. Представители компаний топливно-энергетического комплекса и профильные министры в Сургуте обсудили не только то, как успешно развивают бизнес местной компании после ухода иностранных конкурентов, но и скоординировали следующие шаги, которые помогут отрасли и дальше стабильно развиваться и даже запускать новые проекты. Подробности у Натальи Соловьевой. Этот бардачок в кабине предназначен для того, чтобы охладить напиток. Туда выведен вентилятор, а еще USB-порты, чтобы зарядить телефон и шесть мобильных рабочих мест для электрогазосварщиков. Трактор «Кировец» в такой комплектации можно встретить только в Югре. Больше 20 единиц переделаны и отправлены в автопарк крупной нефтедобывающей компании региона. Эту машину мы реализуем местным нефтяным и газовым компаниям. Машина проходимая, надежная, с высокой эргономикой водителя. Базу мы получаем от Петербургского тракторного завода. База находится в габарите. Устанавливаем кунг. Оснащаем кунг сварочным и другим вспомогательным оборудованием. Также здесь наша разработка – это грузоподъемное оборудование. Разработки югорских конструкторских бюро в сфере нефтегаза презентовали министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Наш регион выбрали площадкой для проведения координационного совета по промышленности. Сегодня в округе производят электродвигатели, центробежные насосы, микросхемы для геологоразведки. Только в составе базирующегося в Сургуте индустриального парка «Югра» больше дюжины резидентов. Это в основном металлообработка, аварийный сервис, ремонт импразмещения, ремонт верхних приводов, ремонт трефуг, то, что делали и покупали на Западе. Это новые технологии в развитии бурения, это нержавеющий вкладыш в трубу, НКТ-трубу. То есть вот эти компании, они здесь размещены уже и, в принципе, есть спрос. Резиденты индустриального парка заполняют ниши, которые освободили западные компании. Например, за два с небольшим года работы в «Югре» Велбор Интегрити-сервис, занимающийся ремонтом и диагностикой оборудования, вышло наоборот в 4000 единиц продукции и 7000 оказанных услуг. Могу точно сказать, за прошлый год в бюджет мы более 13 миллионов внесли по локализации, по выпуску новой продукции. Да, это у нас в процессе. И также некоторые продукции мы уже сейчас делаем, например, мы делаем сварочные услуги. Есть такое направление, как стоп-болтинг, то есть наращивание длины телеметрического оборудования, восстановление наружного диаметра, удаление трещин во внутреннем диаметре всевозможных инструментов. Локализация идет, и в этом направлении мы двигаемся. Вся страна движется в направлении импортозамещения вот уже 9 лет. Экономика должна быть независима от западных технологий и специалистов. Об этом говорили и участники Координационного совета по промышленности. Системные ограничения в отношении российского ТЭКа существенно расширили число критических позиций. Теперь нам необходимо их осваивать самостоятельно, либо с надежными и дружественными партнерами. Речь идет не только о сервисном обслуживании и замене агрегатов, чтобы обеспечить непрерывность добычи, но и с расчетом на новые проекты нефтегазовых компаний, которые нужно реализовывать с максимальным использованием отечественного оборудования. Именно такую цель мы поставили в рамках перезагрузки бывшей межведомственной рабочей группы. А теперь она трансформирована в Координационный совет по импортозамещению в этой отрасли. Доля российского оборудования в нефтегазовой сфере за последний год выросла с 43 до 62 процентов. И эта тенденция будет продолжаться. Освоено более 140 видов новой продукции. Правительством Российской Федерации и регионами приняты беспрецедентные меры по стимулированию производства широкого спектра продукции. Мы неоднократно обсуждали на всех уровнях необходимость ускоренного авансирования производства оборудования нефтегазовыми компаниями. Знаем, что этот вопрос у нас, наверное, не один год на разных площадках серьезно обсуждался. И вот в марте было принято решение правительством Российской Федерации и утверждены директивы. Помимо этого, сейчас идет работа по созданию единой сертификации и стандартизации оборудования, разработка механизма, который бы позволил обеспечить российских инженеров и конструкторов долгосрочными заказами внедрения искусственного интеллекта в ТЭК. На фоне изменяющихся технологических характеристик сформирован запрос на опережающее создание, внедрение инновационных технологий в нефтегазодобычу, в нефтегазопереработке. И одним из ответов на такие запросы стал федеральный проект, спасибо большое правительству Российской Федерации, технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов. Регион в этом проекте играет свою роль, и мы надеемся, что только на пользу, потому что мы создаем условия для формирования отечественных импортозамещающих технологий. Упрочит позиции Югры как региона лидера в сфере технологий для нефтегазодобычи и переработки открытия строящегося в Сургуте Юнити-парка. Кроме этого, уже сейчас в регионе созданы одни из лучших условий для ведения бизнеса, в частности, возможность размещения собственного производства в особой экономической зоне в Нягоне. Наталья Соловьева, телерадиокомпания Югра, Сургут.